Столбик термометра на отметке по 30, поэтому на Десногорском пляже даже в будний день довольно многолюдно. Чтобы после долгого лежания на песке у воды остались только приятные воспоминания и ровный загар, следите за временем, проведенным на солнце. Самое важное правило загорающего – купанию время, а загару – час. Нужно подвергать свою кожу инсоляции строго определенные часы. Это до обеда, то есть до 12 часов дня и после 16.00. Но не только время инсоляции влияет, а также влияют такие факторы, как защита кожи, то есть применение средств с СПФ-фильтром. Золотистого оттенка кожи можно добиться, не выезжая из-за предела города. Начинать загорать нужно постепенно, каждый день, прибавляя по 5-10 минут. Находиться на солнце дерматологи рекомендуют не более 2 часов в день, а для достижения положительного эффекта для организма требуется и вовсе меньше получаса. При инсоляции идет выработка в организме витамина D, который участвует в кальцио-фосфорном обмене. То есть, ну, это профилактика остеопороза и крепкость наших костей. Вот, но чтобы этот процесс запускался, достаточно всего лишь 2-3 раза в неделю подвергать инсоляции верхней конечности, либо нижней по 15-20 минут. Продолжительные солнечные ванны чреваты как минимум солнечным ожогом. А регулярное несоблюдение правил безопасности может стать причиной куда более серьезных неприятностей. Онкологические заболевания от базилиомы до царицы опухоли меланомы. В некоторых случаях таков печальный итог злоупотребления солнечными ваннами. Получайте витамин D с умом и будьте здоровы! Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.